Как не разбогатеть? Вредные советы от Антона Яковлева. Сегодня поговорим о тех шагах, которые с большой вероятностью не приведут человека к богатству. Я не буду повторять избитые формулы из интернета и постараюсь рассказать вам что-то необычное. Здравствуйте, меня зовут Антон Яковлев, с вами Австрийский инвестор. Не забудьте подписаться на канал и оставлять комментарии. И не переключайтесь, в конце ролика я проведу розыгрыш в размере 50 долларов. Первый вредный совет. Обязательно слепо следуйте всем рекомендациям людей из Телеграма и Твиттера. Если человек потратил много лет, изучая конкретную тему, рассказывает о сильном своем резюме, о том, как он работал на многомиллиардный банк и теперь дает рекомендации на покупку и продажу тех или иных активов, то надо просто доверить человеку свой капитал и не волноваться. Его опыт и убедительность с экрана смартфонов обязательно приведут к бурному и бесконечному росту вашего капитала. А если набрать таких людей с полдюжины, то тогда будет геросификация рисков и необходимая защита от убытков. Второй вредный совет. Никогда не продавайте то, что вы купили. Если вы купили акцию компании и цена вдруг упала, то не беда. История нас учит, что на продолжительном промежутке времени акции не только возвращаются к цене покупки, но и растут все выше и выше. Зачем сейчас получать этот убыток в портфеле, когда можно немножко подождать и усидчивость приведет вас к обязательной прибыли. Лучше добавить немного денег и купить еще. Третий вредный совет. Не надо читать периодичную документацию, отчеты компании и бизнес-планы стартапов. Достаточно найти в интернете краткое содержание или короткий ютуб-ролик, который быстро расскажет вам о плюсах и минусах. Если человек уже потратил часы, все изучил, переварил, то зачем вам тратить драгоценное время? Лучше потрать его на что-то более полезное. Четвертый вредный совет. Самые лучшие инвестиции на свете – это недвижимость. Купил, сдал и получаешь проценты. Надежнее, чем вклад в банки. В конце концов, если что-то произойдет, то квартира – это четыре стены и с ней ничего не случится. Чуть подождал и получаешь опять большую прибыль. Да еще детям останется. Пятый вредный совет. Любое новое – это очень рискованно. Не зря же Баффет, самый богатый инвестор в мире, вкладывает только в старые и проверенные бизнесы. Любое нововведение быстро улетучится, а вместе с ним и деньги. Большинство новых компаний даже не зарабатывают, а стоят уже миллиарда долларов. Это ненормально. И рано или поздно это все упадет. Поэтому, если инвестор хочет разбогатеть, то он должен только вкладывать в технологии, проверенные временем. Я думаю, на сегодня хватит ряных советов. Я уверен, что вы увидите иронию во всем этом. Если вы давно следите за моим каналом, то вы знаете опровержение каждого правила. Если же вы новый зритель, то я призываю вас посмотреть предыдущие ролики, подписаться и написать мне в комментариях, почему этим советам нельзя следовать. Лучший комментарий получит от меня биткоин в размере 50 долларов. Спасибо за внимание. Оставайтесь с прибылью. Субтитры создавал DimaTorzok